Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в нашем все более становящемся уютном городском центре истории Новосибирской книги. Мы рады приветствовать Нику, рады ее поздравить с юбилеем, рады поздравить ее у нее с небольшим юбилеем и с большим праздником. Она будет отнекиваться, будет говорить, что давно пора было сделать, что это все не было. Но на самом деле я считаю, что это очень большая веха не только для леники, а для новосибирской культуры. Потому что я считаю, что Вероника Монастырная, Вероника Черновицкая, она та поэтесса, по творчеству которой пройдет какое-то время, литературоведы будут писать работы. Потому что настолько самобытного и ни на кого похожего человека в творческом отношении. Ну, лично я, может быть, я, конечно, мало читал, но я не знаю. Но на самом деле так оно и есть. Я сейчас пошутил, конечно. Так оно и есть, потому что Вероника обладает своим уникальным языком, ни на что не похожим. Ну, и сравнить творчество нашей дорогой поэты с практически не с чем. Ну, слово практически я вычеркиваю, не с чем. Не с кем. Давайте ее поприветствуем. Да, Андрей, слушай, такого не говорится не знаю чего. Ну, ладно, давайте про иммиграцию. У меня вот люди поуезжали. Они уехали, а я из тихии пришел. Потому что мне теперь ничего не делось. Из двух всеземных, как из двух мер, так просто и обычно, что странно, мы говорили о дорогах. Из двух всеземных двух особ земли привычно говорили о погоде. От старых храмах и водопроводах, а времени затерянном дали. Из двух сеземных, как из двух миров, так просто и обычно, что странно, мы говорили о дорогах. Странах, где вдруг случайно обрели свой кровь. Мы не видели, не чудились бербуды и пески. Мы не выхотелось от своей точки. А я тебе про дождь и про клен, про мокший, про время суток, прочим ерундальцам. Что может быть разрух на третьей горшине, лишь памяти жертвевшая вода. Следующее, это ученники вечера. Я иногда перебираю старые фотографии. С каждым годом они все больше негативно ломаются, потому что самая старая фотография 35-го года. А я не хочу их реставрировать. Я хочу вот так вот. Желания остались. И не знаю, кому они потом останутся, ну дай бог, в моей семье. И вот фотография в старых прессиях. Словно лист осенненький, летевший, светкий топорев. Четверть-пятеро. Родители с сыновьями. И моей матерью, совсем маленькой девушкой. Что потом с ними время сделало? Разлетало по свету белому. Были праздники рядом с бедами. Расставания, встречи жалкие. Жизнь была немного жалко. Что прошло? Все куда-то закинуло. Фотография мною любимая. Никаких ровниноходов. Козы. Просто люди. И жизнь прошлой. Никому никогда не приглянется. Эта бабушка мне красавица. Эта девушка плакет и сбила. Жизнь пошла. Да. Выбейте. Неа. Я всегда буду где-то там по озору. А теперь мы мирно расслабимся. Издалека. Меня будет скатываться головой. И синицы пролят в крошек. В дровяших руках капли воды. Слезы ночного неба. И что-то можно рассказать. Не осталось вопросов. Все простое не было. Не надо всеми каймом стучать. Каймом стучать. Не надо всеми каймом стучать. И словно знамя. Поднимать с земли. Свой Новый год. Но нет пока ни строки. Ни точек. Ни привычных. Многоточьей. Много видений. Вдруг обрисся. Зови. И тот же снег. И тот же мистопад. Год полетит. Меня не замечая. Я вслед за ним. Уставшая и жлая. Но знаю, что ведь кто не виноват. Как тяжкий вождь. Я на своем горбу тащу глаза. А им смущено и дружно. От свыкли. Да будет всем вам пусто. Но вы не повторитесь. Никогда. Там, где ход веке мод. До сих пор чинить старых принес. Пахнет свежей листвой. И черемок из белой. Толк, где лета сидит на ступеньке. Плачетесь белым. И торгует початками. Кукурузы на вынос. Где-то мчищет. Прим-болу. Но голубым осьминогом. И верит, что с курсом наук все плавают. И тебе хочется стать постарше немного. Чтобы вместе ходить. На вечерний сеанс. С папой. А не с папой. У него на плече сладко. И читать книжки самой на ночь. Десять лет. Такая большая догадка. Что за целую жизнь не разгадает. А мне нравится. Кто не понимает. А мне нравится. Кто не понимает. Никому я расскажу. Давай. Наша первая встреча состоялась. У меня был такой маленький клуб. Подъезд. Можно сказать. Назывался Черная речка. Твоё выступление. Которое мы организовали. Мы беспокоились. Как это будет звучать. Потому что в наш маленький клуб ходили. А у нас наливали водку. У нас можно было пить. Пить. Курить. То есть. Может. Это было. Это было. Это было. Черная речка. Это такое легендарное место. Оно просуществовало недолго. Вот такое. Водка никогда не заканчивается. Вот. Оно было маленькое такое. Как. Правда. Как подъезд. То есть. Вот. Как. Традиции. Люди пришли в подъезд. И. У нас там была такая лесенка. Очень крутая. И антресоль. Да. И. И. Ника сразу же себе выбрала место. Я буду там. На самом верху. А там один человек. Да. Там только один мог подместиться. Может быть. Кто-то еще из зрителей. Так. Будет со спины слушать. И. Вот. Мы предложили помощь. Там. Помочь. Нет. Все. Я думал. Остался внизу. И. Все. Она забралась. И. Читала. И. Народ. Просто. Выпиши. Уже. Там. Такие. Мужики. Там. Всякие. Они. А. Ну. Что. Что уж говорить. Пытались разобрать. Понимаешь. Но они. Но они. это делали. Настолько. Как бы. Деликатно. Несмотря на то. Несмотря на то. Несмотря на то. Несмотря на то. Вон там. за последней. Несмотря на то. 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 Папсул то. Это была. Чубков как. Все. С мамой. Где меня и родили. Ну вот. Прямо это место. Говорит вновь хорошая память, а ты помнишь комнату потоки света? Что сегодня может по-настоящему ранить? Разве что к мою не едем летом? Разве что в местном смотреть вечерами фото, пить чай на кухне, чужой нос пахнет полонью? А то пальто вышло давно из моды, а мы теперь сами во всем повинны. И все-таки фото, да еще книги, знаешь, не отдала их тыклу в черные руки. Память тоже больно умеет ранить, когда уходит любовь и дверь запирает со спуком. Когда с тобой мы жили на земле, деревья за окном еще шубени, и первые цветы шли в апреле, и солнце было во сто крат смелее. Когда с тобой мы проживали тут, я говорить тогда еще умело. Был старый дом, где любые цветы ждут, и мир за домы не был в черно-белом. Я не боялась ни людей, ни птиц. Мне было где спастись от вечной боли, как пусты на земле казани дворе. Когда не вместе, шелестом страниц, свой скрайку мир, свой вечер в берегу, пока еще на этом берегу. АПЛОДИСМЕНТЫ Я понимаю, что одиночество тхара. При взряхах трудно прожить одноклубым, стучи там не поручь, в окошко у бога и стаюсь, плоткие накидки, как будто бы было бы все грубым, грубым. Ты знаешь, как страшно солгать про себя мимоходом. Там что-то про силу, там что-то про веру и звечности. Но правда лишь в том, что любовь никогда не приходит. Своими руками, своими согревая плечи. И сидишь от одного, пытаясь утешить им мало. Мы были и любили, мы жили с тобой на спике. Прости за любовь, что загорелся, ужин пожарил. И память твою разметал над руинами ветер. А здесь вот... Слушай, у меня... Прошлую зиму выхожу на кухню, и делаю все свет уже тянуло. И вижу, за окном у меня совсем другой пизаж. И ничего не могу понять. Что такое? Оказалось, если... Да, один день дома ставили. И деревья. И теперь из моего аэропорта... И это открылся до этого магазина метра, который на севере. То есть перспектива такая. Вот. У меня это... А на следующий день начали уже убить деревья у дома. И меня это... Добило... Абсолютно. То есть... Вот... Где ты жил... Живёшь... Ну вот... У меня в окне Новый город. Закроется. Блин. Боже, нет знакомых честных деревьев. Удивили. И я смотрю на огни новостроек. Чувство так безвознатно старею. Я медленно исчезаю вместе за домами. Сустроили наши деды. И скоро в городе не оттянется место, Куда я принудок к себе приеду. Мне будет легко захлестить новые двери. Быстрые поистуха. Где все чужое. Расплата за детство. За тёплый берег. За жизни. А который останется с полос. Последней заре. В чьих-то новых окнах. Люди, не знающие пришелец. Дождать. И шепот. Сопот травы. Мокрые. Пришелецы. Которые увы не верят. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот перспектива недалеко от дома. Это северная такая теперь. АПЛОДИСМЕНТЫ Это где был зал? Нет, это АПЛОДИСМЕНТЫ Это тоже шелопеиадическая часть. Игорь, за 40 лет мы до сих пор с тобой плохо знакомы. Мы забыли его пружину. Меня для тебя нет. Да, да. И для меня, Аль, ограничен друг. Все, все. Влад, а я для тебя страшен. Влад, оставим ненужный пафос. Город, признайся. Ты кого-то любил просто так. Несмотря на заслуги и статус. По моим верхам. Ты дорожествовал. По твоим, конечно же, можешь. Ты для бегства себе приготовил лапзал. Ты все равно никуда не уедешь. Город. Город. Я ищу среди улиц твоих переуков. Город, которого нет на карте. И прозе все же предпочитаю стих. Пожалуй, мы сходимся только в азарте. Город. Ты одну всех, кого... Ты видел, как бьются о полудне границ солнца. Город. И каждый раз земля врывается из-под ног. Когда понимаешь, что никто и никогда не вернется. Город. Я тебе ничего не должна. За минуты счастья, часами боли расплатилась и... Согласись, полно. Город. 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 Ну что, ноябрь, да, и я твоя раба, ты, господин, седой и мрачноватый, я прячу шею шапку, и вечер синеватый из дома выхожу, за мной следят лишь фонари, на левую скорость нет. Мне по лицу бьет клем кривую ветку, не отвлекает, словно не заметил, про друг бедня, хочет на ночлегу напроситься, ночью сквозь текло, я иногда с ним говорю, как с другом, клем тянет ветку, словно старец руку, что, дескот, и ему не повезло. Апель поет, полшага до зимы, полмига до большого снегопада, где будем снова мы разобщены, но станет одиночеством, брат. На клумбах мы пока не чирали, А вот цветы срывали, было дело, потом стихи последние читали, и обалдев, луна в окно глядев. Мы спорили, царясь на мировой, и заключив в конце концов консенсус, пришли к тому, что жизнь прошла пустую. Ночью комната ползала, ливно пела, мы были просто тысячу лет на комнате, и говорили честно и открыто. А ливно пела, а ливно пела ночные окна дома, а под окон, словно покоры, гремел, шумел, как будто был исключение от нашей души, изломанного сильного. Как ливно пела, как ливно пела, как ливно пела ночные, что позорил уже у нас вершину, остался вкус, и это все же ливно пела, его пройдем неспешными шагами, коробку не забудь с черновиками, когда-нибудь растопишь стужу печку. Ни в первых, ни в последних, ни в вторых, и все опять стремится к многотучьему. И не обходил лишь угарь и город, словно пилигрим, что ждут на старой волочке осы. И на водой ночью появляется один человек. Он садится в кресло, купит перед подбородок. И я вижу в сумке, как падает свет, белый снег, на черный костюм, застревая в бороздках, и ладском светлеет. Он смотрит куда-то вверх и не хочет садиться. Смешно и глупо бороться. Ты думала, что будешь счастливее всех, отрицая природу, не понимая грехи первородства. В тишине так противен скрипучий смех. Но я не вступаю, нет желания оправдаться. Если жизнь это путь комет, то по законам физики нас однажды проволочит пространство. Но останется этот невидимый человек. День скатился за крышу перед девушкой. Ты о нем никогда не вспомнишь. Был завтрашний, стал вчерашний. Так вся жизнь в тишине комнат переливается из пустого в парушек. Лишь иногда задыхаясь на виражах, к старости, Помнится только хорошее и забывается, стирается страх. К старости к тебе возвращается лезть, И часто снятся совсем невзимые сны. Но если слушаться и вклиняться, Сколько в них красок твоей весны. К старости время лишь быстро, И день равен простому дню, Словно крик на расстоянии выстрела. Как раскаем, не люблю. Широкими мазками вверху, Ты город рисуй мне, как в бреду. Пусть и радуга повиснет коровыслом, Деревья, что шары в плену дождей, Пусть съежатся. А рядом без затей и без десяток, Три девяток смыслов, Набросками без окон и дверей, Долго с лицом и с памятью моей Среди травм, Среди травм, И размах своими листьями. «Смысл...» Давай прокатимся на Салазках, Прямо с горки, который мы... Там, где были на мишке сказки, Образился в витринах проспектов. Нет той улицы, некому помнить. Десять лет в пору мужик на дверь. И все меньше звуков, телефонов, На которые есть что сказать. Нет, не старый, не юность, зря. Но не в этом, конечно, суть. Не исполнилось, что хотелось, не случится. Нет, без суть. Мы другие, страна иная. Город тот и совсем не тот, Где тишуны и первопаины, Шар отпущенный львозной. Наше детство на умной лодочке Где-то там, за три двери земли. Ерунда, что уже не было. В санке старой, поскорей, Мы гурьбой, как в детстве, На маме сэр, снова будет куча малых. Только старайтесь с ними, варень. И растаял на шагу. Город тот на стул, на затухе, варень. И в море семья, немного спуститься под руку. А мама читала отцовские краткие письма. Но я торопила. Пойдемте, пойдемте скорее, на маме. Таща за собой осьминога зеленого цвета. Пойдемте. 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 Я по члену и ври, и имена всех тех, кого любит, с кем я осталась навсегда, о белый снег, как жизнь на будущем холсте, останемся вдвоем, но, может быть, потом, когда исчезнет он, проваливаясь в сон, я вспоминаю. Да, когда-то, думаю, я помню. Субтитры создавал DimaTorzok Амгелина прекрасно читает, причем в вашем голосе. Ну, мне, на самом деле, Данике очень далеко, я очень сожалею, что, так скажем, всего сложившихся, да, обстоятельств жизни, то есть, нет возможности Данике декламировать, потому что невеликолепная музыка стихаря, мне не повторить, правда. Дело не в этом. Дело не в этом. Дело не в этом. Дело не в этом. Очень все равно хорошо. Я никогда говорила Данике. Я сейчас, потому что это очень гарантливый фильм. Но то, что видела я и то, что видела Ольга, это усеченный был вариант. Наоборот. Да ничего, ничего не было. Может быть, там еще что-то усечено, но целое, реально понятно. Он был, например, я так не видела, и у вас кольчей, как там, где вы сидите в темноте около оперного ночи, тут маленький кусочек есть. Да. Ни моря там, ни мир, ни много чего. Возможно, возможно, что первый вид был. Никак. У меня не было. Прекрасно. Ну, в декабре встречаемся. А сколько мне очень понравилось, что я больше всего запомнилась. Ты видела, он был какой-то из вариантов, но он еще был до конца готов. Я немножко, да, расскажу предысторию. Я, это моя первая работа как режиссера, поэтому она возникла совершенно непреднамеренно. И мы приехали к Сергею Никитину, он говорит, я слышал великолепного поэта, то есть Веронику. Он говорит, давай сделаем запись. Он говорит, ну, встанешь в стуле и начитаешь, вот я запишу. И, я говорю, ну, хорошо, обменяемся, Вероника у нее в свой материал. Я начитала, и она позвонила буквально на следующий день. Я сказала, Вероника, я принимаю ваше прочтение, и мы поедем на встречу. Встретились с я, Сергеем, с Никой. Сергей Вероник очень понял, что с этим вот персонажем можно делать. Я не прошу прощения, потому что Ник, она иногда такой, как ежик, напрягается, и это, да, вся история. То есть, в конечном итоге он говорит, ты будешь делать фотосессию, одень ее и накрась. Закрывается дверь. Никитина. Зануда! И он говорит, так, проект только что накрой высыпал. Я не знаю, либо Сергей не услышал, либо он делает что-то. Ну, я сердечно могу, а день не знаю, я сама говорю. Ну, тем не менее, да, у меня, как раз, рядом, была Валина Квашнина, это операторная, которая, в общем-то, тоже, она немножко отошла от операторской работы, от художественной, занималась съемками в основном лекции и так далее. Но она выставляла свою работу на фестиваль. И я показывала свою службу, да, для фестиваля. И вот мы приезжаем к ней Кинника, на нее, там тоже, с первой встречи, как-то про его исполнить. Но, тем не менее, мы нашли в себе силы, как бы объединить все эти усилия. То есть, Полина, я вообще не понимала, чего так мне отребываешь. Выяснял планы, вот, в конечном итоге, да, получился такой вот фильм. Господи, бедное это. Лена, а что, так сказать, вот на конкурсе-то, вы же собирались только на мысль о мире говорили? Да, на конкурсе, в основном, в основном, Полина вызывает этот фильм на фестивале, но вот здесь же 4 номинации из 16, которые они вообще там были правильные. Нет, очень хорошая лекция, операторская работа такая, все очень интеллигентно, тонко, романтично. Музыка, музыка. Нет, музыка некорректная, потом Эдуард написал цикл, он имеет несколько больше, просто мы все отсняли, так скажем, планы. И мы в декабре встречаемся с Эдуардом, и, честно говоря, вот есть венок со мной только в Менестрелии. Я очень надеюсь, что традиция, как это вам будет традиция, потому что материала вам сказано очень много, и я думаю, что Эдуард подключится. Эдуард, это мой очень давный, давный друг, и он очень любит твоих тихий, вот и все твои, то есть. Ника очень хорошо попала, Ангелина попала, извините, в вашу струну. Она, да, да. Вот она четко попала в ноту. Да. И Ангелина попала, и оператор попал, и режиссер сама не делала. Монтир влажный. Ну да, конечно, монтаж не участвовал, конечно. Да. Получился совершенно изысканнейший фильм. И то, что Ника, я знаю, вы убеждены, что авторы всегда читают лучше свои стихи? Нет. Вот. Вы как сами говорили, Ангелина настолько попала. Более того, у вас Ангелина там был голосом. Голосом. Что это было все... Нет, Ангелина попала. Я почему говорю? Потому что я Ангелину знать не знала. Мне втихаря фильм показали. И я рассказывала одной знакомой. И самой моей близкой. Ну, знакомой. Она занимается картиной игру. Что-то я делала в фильме. Ну, такой вот подпольный, втихаря и прочее. Такой, какой прекрасный фильм. Совершенно изумительно сделан. Я знаю просто эту поэтессу. Произумительно. В общем, это значит, поскольку я люблю говорить, что ей всегда нравится очень много и широко. Значит, я тебе рассказываю. Вот, когда Ангелину посылаю, она мне говорит. Света. Она говорит, это моя подушка. Я говорю, Света, своей подушке передать, что у меня стоит. Она говорит, я сейчас. Она с вами говорит, и Лидина. Ирина, дело-то в чем? Действительно, Ангелина попала. Она врач. Она сделала то, что, ну, к сожалению, не может сделать. Нет? Ну, попасть в тон. Да, не попасть в тон. И вот она сделала за Нику вот то, что Нику могла бы сделать сама. Да. Более того, когда я Нике сказала, что это прекрасный фильм, потому что Ника комплексовала, и все было не ловко, то-се. Понимаете, я с ней, она не даст соврать, я с ней, понимаете, где-то кружево просто не стала. Вот, а я ей так очень четко, ясно, с напором стала завеснять, что она напрасно комплексует, потому что это очень сложно попросить поэта. И тем не менее, давайте послушаем эту серию. Да. Послушаем, но я не могу не сказать про фильм, где Ника замечательная. Ника прекрасная, про фильм. И знаете, ситуация какая-то. Когда я слушаю Нику, мне становится, по-моему, неловко, почему-то, потому что, на самом деле, она имеет никакой дар. К сожалению, это просто дикционная, да, не очень получается. У нее невероятная музыка стиха, и, в общем-то, даже если они не понимают, они будут погружать это состояние. И вот я ее, слава Богу, понимаю, почему-то понимаю, в деталях, и как-то сразу, ну, Ника очень старается читает. Ты читаешь еще раз. Поэтому, да, я бы хотел, конечно, чтобы Ника подумал, сколько он нам слушал. А мне не стрель. М? Минне стрель. Давай сначала ты почитай. Не, давай, если у тебя не хватит какой-то... А ты, выгодь, рукаешься. Не-не-не-не-не. Надо... Все. Погон. А, блин, ладно, давай я тебе... На самом деле... Давайте-то ты, а потом... Не секрет, а потом... Не секрет, а потом главные стихи. Да, а Ника уже закончат, тогда уже... Да, да. А я заупакую. Да. У меня в лошадице, конечно. Да. Везут, по-моему, да. Ангелина, абсолютно микрофонный человек, честно говоря. Я надеюсь, что, да, что-то получится. Еще и слеповато. Да, ладно. Поэтому... Был мной и вправду припутан век. Чужие лица, не прочесть названий. И город заносил колючий снег. И в стоне ветра слышались рыдания. На стрелках ускорило время бега. И кораблями в ночь всплывали здания. Неоновый рекламный фейерверк Уже не вызывал нигдований. Он был красив, но сам о том не знал. В ночи мой город беспокойно спал. Секреты от нежданных постояльцев Ему всегда хотелось сохранить веков и лет, Связующую нить. Струилось время, как песок сквозь пальцы. Струилось время, как песок сквозь пальцы. Рассвет, закат и год умчался вдаль, Растянут по стене на оливких пальцах. Январь сулил бездушный календарь. Как просто в днях и датах затерялся. И ничего, как будто бы не жаль, От радуги шальных иллюминаций Теплее не станет. Праздничный январь. Среди зимы наивно верить в чудо, Зачем терзаться, кто мы и откуда, Попытка во вчера совершить побег. Вновь потерпела вечная фиаско. Мой город строг, и век отнюдь не ласков. Чужих не принимали на ночлег. Чужих не принимали на ночлег. С опаской относились к канавецам, Пристанющим убогих и коллег. Не суждено здесь было отогреться. Но снегопад, укутавшись, как в сплет, Храня в себе трепещущее сердце, Как в чаще, пробираясь между лет, Я отыскать свое решило детство. Оставив все сомнения на потом, Я верил, меня узнали в дом. Знакомых старых нечего бояться. В квартире той, где виделся восход, Где медленным часов казался ход, Я оказалась между постояльцами. Я оказалась между постояльцами. Среди дворов давно ушедших дней, Где со скрипящим новой пленкой Рансом прошла сквозь вереницу сентября. Листва берез просвечивала глянцем, И проникало солнце в тишку олень, И не было прочнее постоянства. Пожалуйста, сейчас меня согрей, Дай посидеть на старенькой скамине, Где сказки в детстве прочитали мне. Однажды незнакомый человек, Присед на миг успел повернуть притчу. Все показалось очень необычным. Построить захотелось свой ковчег. Построить захотелось свой ковчег, Как старый номер собрать друзей в жилище, Уплыть на дальний незнакомый блик, И чтоб никто не оказался лишним. Моей мечтой останется навек. Мечты порой сгодятся вместо пищи, В них есть опломок, И спутник их гротеск. Но этим грешен и богач и нищий, Присущий всем нам грехик о судьбе. Совсем не то, что выпало тебе. А в бедах обвинять протуберанцы. Светила вновь, взбестилась близок рис, Несется лифт судьбы со стоном вниз. Не ко двору здесь были самозванцы. Не ко двору здесь были самозванцы, И гнали прочь, и не впускали в дому, Речам внимая седогласых старцев, Не любящих делиться очагом. Привычкой незнакомцев опасаться, Шептать молитвы, если грянет гром, Кружить шаманским бубном вихли танцы, Да дьявол с ним. Я же не о том. Мне нужно просто отыскать приют, Где помню, любят и, конечно, ждут. Запрошенное нам не предъявят щек, Не спросят ли нас сила, с кем была, Когда метель дороги заняла. В обители добра и райских нег. В обители добра и райских нег С душою нараспашку жить довольно, Как мотарёк, сгорающий в огне, Так ищем мы с рождения его. И что потом? Манкурт? Ты или Мек? Без прошлого и вот уже не больно Не отыскать среди весенних рек дорогу к дому, Где дышалось больно. Свой грешный путь не брошу ни за что. Холодный ветер, сбросив спречь пальто, Кривляется повадками паяться. Я, рассмеявшись, смело вышла в ночь. Подумаешь, он мне не смог помочь. Теплом души всех отогреть с китайцем. Теплом души всех отогреть с китайцем, Их пригласить в свой скромный старый кровь, Да воцарится мир между мочанцами, Когда над ними властвует любовь. Храни, Господь, от дорог до наица. Гордиться день лишь тем, что вечно но. Из детских сказок возводило царство. Покой, пришедший из далеких снов. Текли бесед, не торопясь минуты, И не было счастливей нас как будто. В истерике забилась во дворе шальная вьюга. Про нее забыли. Она еще такие, скажет, были. Мои виски до срока в серебре. Мои виски до срока в серебре, Но душу мне совсем не то тревожит. Мне нужно было победить в игре. И ничего не знала я дороже. И время торопилось поскорее, Как будто день уже последний прошлый. В насквозь за индивелом декабре. Пусть отступлю. Но что же дальше? Что же? Дойти до сути? Прыгну до вершины? А глянешься? И ты опять один. Не помнить зла. Не значит стать табликой. Причину ищешь, мучаешься, ждешь. Твои печали приумножат ложь. Не можешь в безмятежной жить паре. Не можешь в безмятежной жить паре. А, впрочем, мне такая незнакома. В каком аду мне суждено сгореть? Я заплутала вдалеке от дома. Мой вечер пуст, и день совсем не лет. Санет уже подстерегает кома, Но вдруг смогу с ним вместе на заре Увидеть белоснежные хороны. Сюжет потерял, ибо город мой Не мог гордиться ни одной горой. Как на ладони посреди равнины Там хлеб пекли, шумел большой базар, Клубами к небу поднимался пар. Не верилось мне в пыльные руины. Не верилось мне в пыльные руины. Здесь город был и должен быть сейчас. На площади от злого ветра стынет, И слезы гранат из бездонных глаз. Рисует память прошлого картины. Я у судьбы прошу один аванс. Стал талисманом мне божок из глины. В хранителей сгодится в самый раз. Божок нашелся вовсе не случайно. Ему на ушко расскажу все тайны. И он поможет в том сомнении. И с новой силой я мечту лелею. Вдвоем найдем мой старый дом в Скорине. Горит в окне знакомый с детства свет. Горит в окне знакомый с детства свет. Его мне на чужбине не хватало. Метель и вьюга заметать вслед, Твердя, что я уже давно устала. Но в шуме ветра потонулся. Я начинал долгий путь сначала. Не подавали сказочных калифл. Не успевала к первым звукам бал. Сплошной винить. Но некого винить. Придется с чашу до конца испить. И недругам своим простить нафиг. Их полюбить, не взяв ничто за ним. Как лицемерен в нашей жизни плен. Увы, других не отыскать планет. Увы, других не отыскать планет. Придется с этой участью мириться. Наверное, летит к чертям корвет, Отчаявший на поиски столицы. В бутылку запечатанный конверт. В какой далече сгадатной песнице. Влетает пылью с русских эпалет Орел двуглавый возле ниц. Потерянное и преданное родство. Ни город, ни дома, ни камень. Как прошлые мечты, теперь и наивни. Путь бесконечный длится, длится мой. И что случится в будущей зимой? Виновна я, другие не повинны. Виновна я, другие не повинны. Жизнь, изучая по страницам книг, Запуталась в словесной паутине. И холод в сердце навсегда проник. На сотни лет в меня покой покинет. Целительник, не отыскай травы в миг. Дожди и ветры из хлеста листы. Я прозевала свой счастливый миг. О, как бездарно пролетело время. Не там была, да и порой не с теми. Переплелись суббота и четверг. И отчего живу я неумелая, Вы поняли, наверное, в чем дело. Был мной и вправду перепутан век. Был мной и вправду перепутан век. Струилось время, как песок меж пальцев. Чужих не принимали в ночлег. Я оказалась между постояльцами. Построить захотелось свой ковчег. Не ко двору здесь были самосланцы. В обители добра и райских нет. Теплом души всех обогреть с китайцами. Мои лиски до срока в серебре. Не можешь в безмятежной жить паре. Не хочешь верить в пыльные руины. Горит в окне знакомый с детства свет. Ужи. Других не отыскать в плане. Виновные. Другие не поймут. А теперь правда. Написано 21 год назад. Я забыл напрочь про хуйценицу. Я только хотел спросить когда и за сколько? Слушай, Андрей. Это было удивительно. Один я видел. Был инвайд. Еще была бабушка. Еще была бабушка дома. Еще и не было компьютера. Что наверное трус. И вот я просто у себя в комнате сел. И вот на пице. Первая строчка взятая из другого существования. Был мой праздник Путовек. И дальше вот одну вещь не собираешь. Максимум неделя. Ну самое интересное. Потом я Луки хотел поздравить. Луки поздравил. Я не знаю как будто это не я. Вот. То есть я хотел. Я так же искал струбку. И вы знаете. И ничего. Вот. Это был инвайд 2002 года. Вот. То есть абсолютно вот такой вот. Эта вещь она заслуживает более качественного прочтения. Я очень люблю работать с листом. Слушай. Ну вот. Это. Я. 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 Я его. Я его. Я его. Вот. Сейчас ты читала. Я поняла. Я забрал. Наши. Некоторые. Вот. Мометы. Это Ницца. Может быть она уже там. И не к чему. Почему? Теперь это. Вот. Вот. Такая история. Это вещь. Рейн. Из. Аси. Другие его нельзя. Ну. 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 Правда. Лучше хотелось. Написать еще один. Тем более. Когда я. Знаю. Кто там. У нас. Были мастера. Шанетов. Женков. Ну. Как-то. Вот. Наверное. Какой-то. Ну. Аж. Я. Не верю. Диктовку. Я. Не верю. Проведение. Я. Не верю. Бога. Черт. Не знаю. Черт. Что это было. Спасибо. А если это вдохновение. На самом деле. Если там. Прикрывают. Нет. Да. Обычно. У вас еще есть. Время не было. Почитаем. У вас. Ух. Нет. Парень. А мне не давно. Ухо болело. Я теперь знаю. Что это такое. Николай. Пока ты ищешь. Можно я тебе прогназирую? А нельзя лично. Но я тебе ищу. Г astronom. Ну. Ладно. Я виновата, я не приехала в Асимово. Я с Асимово поздравлю и скажу. Я очень рада, что у тебя книжка вышла. Моя. Я обязательно у тебя ее вознесу. Я хочу поздравить тебя с днем рождения. Ты большая... Ну ладно, хоть пусть оно так и остается. Берешься, я люблю. Я хочу тебя поздравить еще раз. Ты такой классный человек. Честно, я сейчас сижу, слушаю. И настолько, что за стихи... А здесь не миновато, что ты читать не умеешь. Нет, я не умею. Поэтому давай. Я потом тебе все лично скажу. Ну, идите, пожалуйста. Ой. Вот как раз стихотворение посвящено нашему советию. А нету ничего там. Ага. Ну ладно. У Алиси был хрестный, и уже мой друг. Вот это строение... Соверений у меня уже нет. Да. Время жизни гима, время года января, что летат. Я забыл о тебе, опустил тебя в царапяшки. Время жизни гима, время спустил тебя, и даже год назад не найдусь. Полночь тая, где дых мне приносит звезду, как волк во льду. Отражает в зеркале синий недешний рассвет. Я забыл о тебе, и меня у тебя больше нет. Никаких адресов. Не осталось ключей и домов. Это, конечно, не честь. Тайны мыли, далеких миров, а за окнами снег, и пустые дворы в тишине. Я забыл о тебе. Только ты вспоминай обо мне. Когда на город падают дожди, когда мне многих прочь не дозваться, я умоляю, ты меня дождись из белого, туманного пространства. В черном плаче, с отливом золотым, Волучая закатом, появлюсь и загину, Ты только прокричал в ниве спину. И я замру, как призрак, нелюдим, и ведь не избегающий толпы, Он все же ждет, что кто-нибудь окликнет, Исчезает, словно перекрым. Пусть ветер хлопнет, за спиной ходит. Напиши ты мне письмо, напиши, Во дворах мы теперь не души, Там не нужно вдвоем менять на, И подвалок на засос трезавна, Там, где клубок в трезавниках, лишь трава, И кофейни там не те, голова, Не закружутся, как в детстве моем небоскопырять, Старый клён, все-то прахом, Как, хоть спать и вода, Только я так в тех дворах навсегда, Слодов ближих из морозу и зимы, А где в плечке притаились пимы, И сугробы выше крыль до небес, Только память вся теперь темный лес, И никто не верит больше словам, А в котели все теперь трын слова. Дорогой, дорогая, Когда за окошком взимаешься, Судите и легите, Если нас не осталось на свете, Я придумаю жизнь, Где лишь... Там только дивний солнечный ветер, А заскоп не бой, И врачует её тишина, Я придумаю мир, Где мы жили как будто в раю, Я сама забываю, И правда, но в кутре скрипты Мы все-таки давно потонулись, И относились, И кого мы любили, Не всё-таки теперь нам равно, Может, полуотрясия Снимает души всех грехи, Отрицание любви, Что на пропуск Швитым ненаверцам Нужно делать с одним, Ухиманским, С дальним сердцем, И судьбы давно Прочно связаны В нашей крови. А гости прибудут в обед, Успеть буду снова забуду, Я с вечера вытру посуду, Парадно открою буфет, А гости прибудут вот-вот, Опять по заботу про пусы, Про вазы с букетом и скушен, Вновь билки и ложка в разгурот, Да что же такое опять Простратился и провинился, Давайте сначала свинишка И справлюсь, Сейчас виноват, А к стопке из дальних времен, Фужеры тяжелые мазы, Вы век проживете, И рады, Рассыпайтесь под призвон, Каких-то обычных минут, Когда мы сидим, Мы дома, И боги-то совсем по-другому, За стороны без нас И ближе. А вот это створение, У меня целые поминки были уже здесь, Когда я стала бабушкой, Мне было 42, Ей 93, Мы 51 год прожили, Под одной крышей, Она меня восхитила, И вот приходят лёгкие, И я потом вижу, Что, ну, кроме меня, Наверное, Другим это было, Ну, просто, Ну, бывает, Умер человек, Бывает, Уже сметаетесь у стола, И крошки собраны в ладошку, А жизнь была и не была, Мне всё, Кобозу по наружку, И я жду, Когда они уйдут, И дверь закроются Лёгким сердцем, А чё мне с ними, Что они тут, Мне никуда уже не деться, Не объяснить, Не приснить, А не украской смею, Лучше на спецла Заглядывают в бруча, И рассуждают про уют, Я ненавижу их пачки, Но всё терплю, Вот-вот и втеснут, И будет письма за треки, Моей изданной детской. Не, мне проявляют, Я сама себе удивилась, Я уже боялась, Так, по-моему, Мы-то сейчас одной, Вот, первый раз одна, Да? После стольких лет, А оказалась, Как? То есть, Либо бабушка, Но если бабушки нет, То кроме неё, То и я. Вот я в этой квартире, В нашем доме, Кельсинске, И мне ни одна минута там было страшно. Я настолько себя чувствую комфортно, Но, когда кто приходит, Я жду когда-нибудь. Извините. Вот, вот, По-моему, Вот я могу быть, Вот, Только вот, Вот. И когда я одна, У меня нет ощущения одинокства. Вот. Мне, Мне как-то Хорошо, Я работаю. Потому что слишком самодостаточный человек. Я не знаю, А первое время, Конечно, было ощущение, Как будто бабушка где-то есть, Она куда-то уехала. Я понимал, что она уехала, И всё, да. Вот. Потом это произошло, И просто вот, Либо ты один, Либо, Либо никак. И один раз, Человек один, У меня остался, Нечерач, По-необходимущему. Боже мой. Он спал, Я не спала. Мне было плохо. Филипически. Я думаю, Какая же ты, Я искусная. Какая же ты, Все-таки, Индивидарь искусная. Мне даже нравится, Как будто, Кто-то на диване, Где-то лежит. Кошмар. А ты знаешь, Кто-то был? Хан. Хан, А я знаю, Я просто не стал говорить, Но я знаю, Это когда до них Бегал в полицию. Да что ли? Я знаю, Что такое. Он, 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 Слушай, Мне при нем было, А ты укрываетесь, Спасоветесь. Спасоветесь. Мне сначала было, Ну, Ну, Хан, Святой человек, Не обидеть, Ничего не сделать. Вот. Мед меня прямо Харьковал. Чёпыл. Притом, Когда он приходил, Просто угощенец. Ну, Это было приятно. Вот. Мед, Как-то, Ну, Болевение. Ну, Когда он у меня Стал свой чувач, Я его на улице. Здорово. Все. Кошмар. Вот, Это не нормально. Это, Я не знаю. Ну, Чё, По особенности, Как-то. Смит. 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 Такой, Болевение. Тимур же снилился. Все, Уехал даже. Да, А вам теперь болеет. Он тебе, Харьков здесь звонит. О. Такой, Долгое каченье. Сквозь снегопад к исходу года. Крепят за ночье каченье. Качаясь вместе с небосводом. Такая нежная пустынность. И беспрекаясь к такому признаться в полном безразличии, как всем, кто был когда-то дорог. Такое тихое безумие с ночным нелепным бормотанием, так обрывает ветер струнный и перегматит вмиг дыхание. Так пустое, что греки хочешь, там даже это, а не мело. Поставь за год, прошедший против, на лист давно объединил. Нет виноватых любимых них. Ах, как легко люди ее отпускают. Они летят над миром, на прошлой былой тайне. Вот только я им не смотрю во свет. Они свободны и возьми полить. Они передо мной не виноваты. От времени стерлить. Все заплаты. И в этом тоже некого видеть. Мышать под ногами у других. Просить любви, как нищенки. Спасение. Сама с ума встает рук на дыбы. А детит заговорит. Но жаждет музыкоррешения. Человек, который не пишет песню, вдруг одарвит, что в темной ночи оснется и станет блядить по комнатам привидений, вдруг кто-то найдется. Он начнет опять тормозить память, она ему будет все те же даты, абонент недоступен и вечно занят. Неужели и там нам работы хватит? Человек будет все равно верить. Неужели мир опустил грешный? А его зачем-то оставили, словно берег на заброшенном острове. И не здешний свет посудов, но фонари в окнах. Не во слезах звезды, луна в ветках. И никого рядом, чтоб, может быть, курсы расставали наших. Набьем свет. Ну, не виноват в хваке двухаграмм, нет. Сидяло. Ни сильный быть, ни слабый не хочу. Чуть-чуть счастливый, но опять не выйдет. Такой мне в рыбе беспокойный выполнен. Я обращаюсь к просьбе. К плачу, избать, но он смеется и молчит. Курить уходит, поправляет. Плаху в духе перила. Нервую рыбаку. И так смешно давно мой жалкий вид. Смотрю вокруг и улыбки течу. Быть может, лезть, пока не стоит пекла. Я заплачу. Не бойтесь, а плачу. Стихом последним. Превращено в пепел. Друзья мои, спасибо, что вы сегодня пришли. Спасибо Ивану, Веронике. Потому что сегодня всегда она нам сделала такое редкое событие. Мы наконец-то снова ее услышали. Снова услышали ее голос. Снова услышали ее стихи. Поздравляем еще раз тебя с днем рождения и с новой книгой. Спасибо тебе, Даня. Спасибо Иван.